Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вас приветствую на новом уроке нашей виртуальной школы Таро для чайников. Как вы помните, мы уже изучили все великие арканы Таро, и сегодня мы поговорим о пути, пути дурака или шута, пути нашей души сквозь великие арканы Таро. Итак, приступим. Наш дух решает в очередной раз воплотиться и сыграть новую игру на земле. И в нашем мире появляется новорожденный ребенок. Маг – это наше детство. Его воспитывают земные мать, аркан-императрица, и отец, аркан-император. Его обучают учителя. Это верховная жрица, возможно, это акушерка, первая няня, первая духовная наставница ребенка. И иерофант. Это все первые учителя, воспитатели в садике, учителя в школе ребенка. Обучаясь, ребенок учится делать выбор, отличать правильное от неправильного, выбирать свою дорогу. И вот дорога выбрана. Первый этап развития закончен. Первая сединица развития души в мире закончена. И вот ребенок уже не ребенок, он становится подростком и начинает знакомиться со своей сексуальной силой, со своими энергиями, со своей силой и овладевать ей. Он познает свой внутренний мир, возможно, идут какие-то первые прикосновения к тому, кто я, откуда я и куда я двигаюсь. Юноша или девушка познает законы бытия, начинает осознавать, что все в нашей жизни циклично. После этого юноша или девушка знакомятся с законами не только бытия и циклов, но и с законами нашего мира. И в результате они понимают, что если я хочу двигаться дальше, возможно, от чего-то необходимо отказываться, чем-то жертвовать и отпускать старое. И новая седница, новый цикл завершается великим арканом умеренность, 14-й арканом умеренности. Здесь, пройдя новый путь, отказавшись от чего-то старого, отжившего, ненужного, вновь воплотившаяся душа, обретает равновесие и, возможно, получает покровительство или наставление от своего ангела-хранителя. Последняя седмица, она самая драматическая. После знакомства со своим ангелом-хранителем, с какой-то светлой стороной своей души, человек знакомится с дьяволом, со своей тенью, с искушением нашего мира. И если эти искушения его затягивают, то вскоре приходит сила, которая разрушает все те замки, которые были построены на песке. В следующем аркане, звезде, человек после потерь, находит новую надежду. Вспоминает о том, что он не только физическое тело и эго, что он еще и душа и бессмертный дух. И в этом он обретает новую надежду, веру. Возможно, на этом этапе раскрывается истинное творчество. После этого человек погружается в свое подсознание, начинает исследовать себя, свои сильные и слабые стороны, свои страхи, знакомится со своими иллюзиями относительно этого мира. И, поработав со своими страхами, накопившимися эмоциями, человек выходит победителем. Но здесь побеждает не наше эго, не материя, здесь уже побеждает наш дух. И происходит возрождение. А после возрождения мы переходим на новый уровень, на новый план бытия. Возможно, к новой игре. И вновь на сцену выходит шут или дурак, который может выбрать новое воплощение, либо же игру где-то в другом месте и в других мирах. И в завершение нашего урока я хочу вам предложить следующее знакомство с Великими Арканами. Пожалуйста, каждый день из 22 Арканов Великих доставайте себе один Аркан. Это будет ваша карта дня. И после этого наблюдайте за тем, что будет происходить в вашем дне. Каким образом отыграется этот Аркан в вашей жизни? Каким образом этот Аркан развернется именно для вас? И вечером это записывайте. Помните, что писать от руки, вести дневник Таро очень важно на пути изучения. А я вам благодарю вас, что вы остаетесь с нами в нашей виртуальной школе Таро. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok